Моя родина Сибирь необъятно велика Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка Так, друзья, доброе утро Начало зимы Сегодня Сибирь 8 ноября Не только Сибирь 8 ноября Значит, как-то незаметно прошла великая революция Они даже не вспоминали, видимо, команда была сверху Ладно, поехали, сегодня восьмое Вот, будем революцию устраивать, все-таки пора Значит, смотрите сюда Вот это мой канал, так Вот, если вот считать отсюда Ну, канал не очень популярный 22 тысячи этих подписчиков Когда я был в шоке, когда я увидел, что Некая дама, фамилию ее уже трепал-трепал Больше не хочу У нее 3 миллиона с лишним просмотров Как уничтожить деревья Причем там вот такие раны делала Она и говорила, заживут Вот, а у меня по моей технологии То есть я как садовый Значит, именно Патологоанатом убедился, что Ни одна, даже самая маленькая рана Из миллионов, из миллиардов Не заживает Они этого не знают Вот, такое делают И говорят, сейчас заживят Смотрите дальше Почему я не отвлекся Это очень важная тема, которую мы будем сейчас проходить Это вот это вот Смотрите Раз, два, три, четыре, пять, шесть Переходим на ту страницу Вот, получается, седьмая от края Черенки можно заказывать Нажимаем И вот это Первый Это первый Первый фильм О том, что Как готовить черенки И как их хранить В один фильм не уместился Это второй будет фильм Поехали Значит, мы попали сюда Продолжаем Тему Значит, вот здесь мы остановились Значит, еще раз Это очень У меня особая фотография Их тысячи Все они учебные Потому что Вот попробуйте Сделать выводы Глядя на эту фотографию Я показывал первый фильм Я сейчас ее покажу С другой стороны А кто не видел первый фильм А скажите, пожалуйста А в чем смысл этой фотографии А смысл вот в чем Почка-почка-рознь Одна почка оказалась Ростовой И дала мощный побег И это будущее дерево А вторая почка Плодовая А они взяты Все с одного дерева А они разные Разные Вот И тогда Получается Что когда обе Они будут По одной Здесь две привитые Здесь два варианта Вот они Красно-речивая А если будет Одна привита Порознь А эта почка И эта И вторую Которая вот такая Маленькая Вот эта вот Будущая привита Отдельно Нормально Она так же вырастет Ее так же продадут Но Секрет открывает Страшнейший секрет Который вам никогда Не расскажут Сами не знают Вот Когда Учат поливать Почкой Одной почкой Она дальше Расти не будет И получаю я письмо Валерий Константинович Купила Посадила Речь в данном случае Про яблони Купила Посадила Три года И не умирает И не растет Стоит в одной поле А что она будет расти Корни у нее Искусственные Сами знаете Все такое Сейчас Это Придуманные Эти Клоновые Подвои Они Говорят Не к ночи Будет вспомнится Ну ладно Сейчас утро Поэтому я вспомнил Вот Вот на этом Вот я и остановился Поняли Да Значит здесь У меня хотя бы Два шанса И прекрасные Сарани Итак Мы будем Продолжать Ему черенков Вот Ну будем считать Что это я Все прочитал Первой серии Вот Читаем дальше Как отрезать Но не погубить Любимое дерево Кстати Надо проверить Идет ли Идет ли Вроде бы Написи Как отрезать Но не погубить Любимое дерево Увы Все же Калечить Приходится Сейчас Увеличим Текст Вот так Время Время удачи Для заготовки Время удачи На историческую родину Судьба Время удачи Время удачи Время удачи Время удачи Время удачи Время удачи Часть Однолетнего Саженца Тоже Уже На прививку Вот Наверное Потому что Просто так Я не режу Он Тогда Выбросил Побег С верхней почки Чудом не замерз Чаще всего Замерзает Верхняя почка Бывает Все дерево Не все Но Ветка Не только Последний Пророст А еще и Года врач А вот этот Устанирован И обросла Вот этими ветками Теперь Надо с нее Брать черенки Возьмем Для примера Вот эту ветку Которая смотрит Право Вот это Вот это Право Не нижняя тонкая А вот эта Вот эта Годится Как черенок На прививку Смотрите внимательно Если вы Еще внимательно Посмотрите Давайте увеличивать Увеличивать Смотрите Чем хорош Вы видите Вот эти почки Мелкие Раз Два Три Это еще Не плодовые Нет Это Запасные Резервные почки Они как правило Мельче Чем вот те Которые Вот уже выше Пошли Растала Вот две А Мы смотрим Знаете где Да мы можем Хоть здесь смотреть Мы решили Рассмотреть Боковую Давайте боковую Смотрим В принципе Нарисовано Одинаково Полезно И та Центральная ветка Там она Обросла И вот эта Вот боковая С которой мы Решили поработать На ней Нижние почки Это Резервные Они Как правило Даже не просыпаются И не обязаны Просыпаться А они Просыпаются В двух случаях Если вот эта Ветка Обломается Ну Лось Подошел Сгорыз Тяжелый Снег Аураганный Ветер Она Допустим Надломана Зарисовано Вот тогда Спасаясь Просыпаются Вот эти Нижние почки Для Приверок Они не годятся Значит Мы не только Их Оставляем Покое Но вот Вы видите На боковой ветке Две почки Вот одна На нас смотрит Вторая смотрит Снизу Вот эти Уже Почки Да Подошли Но мы Их Оставляем Вот эту Эту И может быть Еще и Вот эту Три Почему Объясняю Нам нужно Чтоб Дерево Продолжало Расти Видите Когда бы Вот эту Срезали Центральную Она Бросла Боковыми Вот они Так и тут Тут срежем Наверное Выше Вот этой Почки Вот Которая Смотрит Вверх Повторяю Боковая Смотрит Выше Отредали Все Три Раз Два Три И возможно Мелкие Нижние Вот эти Спящие Тоже Поднут Рост Но Они Нас Не Интересуют Эта Ветка Даст Два Три Побега Прекрасных Еще Год Спустя Дерево Будет Расти Ну А мы Что А мы То Что Выше Используем На Прививку Идем Дальше Здесь Я Вынужден Как сказать Читать Все подряд То что я Чуть Поторопясь Рассказал Ничего Повторим Здесь Мне удалось Годом ранее Удачно укоротить Центральный Проводник Этой Полутора Годом Нежнейшей Черешни Рана Ну Почти Ножила Хотя Черешни Предназначат Тяжелая Короткая Жизнь Матурсово Дерево Буду Резать Резать Все ветки Оставляю Пинки И И Стрех Четырех Почек Сейчас 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 Немножко Сбился Но Ничего Сейчас Мы Найдем Где Были А Вот Здесь Мы Были И Вот Здесь Мы Были Итак Увеличиваем Я Тут Случайно Немножко Благал Вот И Читаем Мне Так Значит Оставляем Пинки И Трех Черепосек Еще Несколько Лет Она Убарет И Тогда Знаете Когда Это Было Черенки Были 90 Рублей За ветку Сейчас 200 Значит Это Было 10 Лет Назад Примерно Когда Я Писал Эту Статью Вот И Написал Теперь Вы Понимаете Друзья Почему Черенки 90 Рублей За ветку Я Называю Бесценными Цена На самом Деле Цена Жизни Затвенных Уникальных Дерев Ну Теперь Догадайтесь Сейчас Вы Скажете Хочу Черешки Черезок Я Скажу Нет Все Я Прекратил Черезок Я Теряю Конечно Какие То Деньги Но У 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 Черешни Больше Это Например Поразительный Почему Не Каждый Год У У У У У У У У Особенно Яблони Удивительно Казалось бы Яблони Самые Нежные Овощи А Получается Что Самый Крепкий На Мороз А Получается Наоборот Погибают Только Так Целыми Ветками А У Нормальных Людей Еще Бывает И Целыми Деревьями Потому Что Резать Не У У Так Ну В общем Идем Дальше А На Фото 6 7 8 9 Вы У Видели Специальная История Не Брежда А Брежда Теперь Посмотрим Ролики Первыми Первыми В России Узнавшие Что С точки Звучит Генетики Лучшее Место Прививки Самый Низ Подвое Идем Дальше Кстати Почему Я считаю Что Лучшее Самый Низ Подвое То есть Привая У земли Там Где Пальцами Ножек Еле Упираются В землю Чтобы Как можно Ниже Когда На Место Приваешь Почему Самое Лучшее Внимание Об этом Я уже И Погода Получал Нет Вежьте И Привайте На Высоте 30 Сантиметров Кто Придумал Эту Цикл Слова Применяют Стадийное Развитие Там Послушаешь Какие Они Грамотные Ну Нельзя На Высоте 30 Сантиметров Можно Привать Это Получается Скелетная Прививка Сейчас Объясняю Свою Позицию Единственного Почти Больше Никто Никогда Об этом Не говорил Вот А у У меня Все Никак У людей Итак Почему Оно Самое Лучшее Самое Нисто Когда Фактически Вся Крона Это Привитая Культурная Часть Вся Крона Она Имеет Не Абсолютные Но Все Большие Шансы Не Быть Выпкнутой В смысле Оттогнутой Мощным Стойким Более Жизстойким Подвоем И вжиться В захваченную Территорию Навсегда Подвоем Для чего Он подвоем Потому что Более Жизстойкий Поняли Дальше Прививочный Чирургический Шов Имеет Максимальный Шанс Отсидеться От мороза Под снегом Самые Малоснежные Зимы Жаль Родители Полезных Обрезок Не имеют Представление Что Калус Искусственная Ткань Вырабатываемый Дерем Для Зрачев Эмират Уступает Морозостойкости Карена Десятых Градусов Нигде Не Прочтет Увы Увы Тут Проблемы Связаные В первую Очередь С Роднородствостью Подвое Привое Вот Очень важно Если Рост Привое Опережает Рост Подвое Жди Веды Посмотрели Сейчас Делаем Поменьше Можно Тогда Даже Будет Лучше Видеть Вот Это Часто Случается Отсюда И Короткий Век Несмотря На То Что Я Сам Не Зал Это У 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 Сам Низу Привил Не Помогло А Если Вы 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 Было 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 Но Тут Тоже Есть Свои Хитрости Как Сгладить Это Противоречие Тема Для Других Публикаций Далее Америку Не Открыл Но Чего Вы Наверное Не Знаете Это Того Что Многочисленные Неудачи С Подобными Обпережениями Верх А Низа А В не Меньшей Степени Связаны С Обычной Практикой Внимание Когда Почки Приваемого Привоя Старший Почек Под Местные Прививки Ну Кто И Станет Считать Сопоставлять Профессиональных Притомников Им Всем До Чих пор Лень Поставить Метки Железа Чудаки Не Более Ориентировку Саженцев По сторонам Света И Границу Естественно Земля Воздух До Выкопки Дали Фото Для Наглядной Сводящей Практики Сейчас Смотрите Что Вы Делали Для Чего Я Это Показал Время Прививки Это Весна Не Рановато Или Мы До Отрезая Черенки И Схраняя Их Это Две Тема Нарезка И Хранение Мы Должны Знать А Где Отрезаем И Поэтому Я Вынужден Залез Немножко Вперед И Когда То Мы Будем Еще Проходить Я Его Назвал Закон Сопочинения Почек Вот Ну Для Этого Есть Книги Я Все Рассказать Не Могу Книги Мои Вы Знаете На Слуху Только Плохо Покупают Мне Это Вы Так На Пальше По Телефону Объяснить Объясняю Долго Нужно Значит Это Пропускаем Это Практика Прививок Мы Уже Поняли Где Режем Ченки И Что Не Считая Несколько Нижних Почек Отрезаем Нижняя часть Отрезанной Ветки Нижняя часть Отрезанной Ветки И Нижняя часть Подвое Это Идеальный Случай Вот Ну Не удержался Влез вперед Вот Влез вперед Ну Это Все Допустим Вы хотите А я Сразу Хочу Все Знать А Давайте Включите Еще Раз Другой Раз И Вот Я Останавливаю Специально Видите Специально Будете Это Читать И Вдекать Готовое Особие И Бесплатное Вот Кстати Обратите Внимание Где У меня Палец Умудряю Себя Привить Практически У земли И Посмотрите Результат Его Практически Не видно Вместо Прививки И Так Низко Что Дерево Фактически Состоит Из Двух Половинок По Двой Корни Привой Крона Попробуй Выпни Его Она Не может Выпнуть Потому Что У нее Замены Нет Так Создание Матричных Дерев Господи Наверное Может Я Потом Отдельно У нас Тема Там Мне Задают Вопросы Вы же Высылаете Нам Все Деньги Как И Сохранить Вот Потом Третья Серия Отдельно Сделать Это Знаете Мой Любимый Пример Это Мой Сосед Вот Его Дом У У нас Общий Добор Начитался Сделают Чашу Сделал Чашу Единственное Что Получил Множество Веток Хороших На Прививку Но Мне Это Имел Ввиду Вот Сейчас Отрежу Светальный Крадик И Будет Чаша Расти А Сейчас Сразу Полсотни Веток Вверх Полит Вместо Одной Но На Следующий Год Забыл Мертво Ну Давайте Вот Тут Наверное Это Уже Пригодится Ну Как бы По Нашей Теме Друзья Правильный Ответ Черенок Почему Основание Это Пол Дела Охи Повыбрасывал Я Тогда Юный Садовод Денег Причем Присылали Мне Черенки Тогнилые Проросшие Сухие Не только Мошенники Но Лучше Садовод России Ну Просто Не умели Они Специалисты Садоводствия Когда Почва Перевозит Живые Ветки Со Скорости Лошади Сохранить Их Нежных Без Того Уже Извеченных Но Жизнь Продолжалась Наконец-то Пришла Моя Пора Уже Как Авторитету Отправлять Посылки С Нежными Черенками И Мне Вот Она Тех Вот К Чему Я Клоню Вначале Друзям Потом Клиентам И Каждый раз Душа Опасаясь Ожидая Мата И Требования Звата Денег Но И Я По Натуре Экспериментатор И Все До Того Все Проверил Перебрал Умные Советы Наконец Класс Мокрые Тряпочки В герметичные Мешочки Черенками Все Хорошо Только Черенки Груш Сгнили За Зиму Еще Попрогнул Совет Хранение Полиэтиленных Бутылков Снова Черенки Именно Груш За Зиму Сгнивали А ты Знаешь Что Яблони Сцеливые Абрикосы Не Сгнивали Потому что Там Было Не Так Заметно Земляк Привез Черниг Области Провел Настоящую Северскую Работу 40 Сортов Пусть Реша Груш И Весь Веник Черенков Я Поместил Морозильную А Вот Вес Веник Черенков Поместил Морозильную Камеру Через Месяц Достал Черное И Заплакал Я Свидетел Он Еще Отдавал Мне Черные Черенки Говорил Ну Может Спасете Так Прекратился Хитрость Начал Рассылать По Простейшему Варианту Сохранение Пересылка Черенков По Железу И Так Все Ветки Отрезаны И Разрезаны Практически Пополам Нижняя Лучшая Полезающая Часть Это 40 50 Сантилетров Внимание Смотрим На Фото 24 Слева Ниж Справа Верхняя Ветка Видите Это Нижняя Просто Разрезана Два Половинки Кстати Мне Всегда Присылали То Что Справа Обидно Подойдет К дереву Отчикает Верхушки И Железову И Деньги Берет Знаете Как Обидно Было Но Я Наученный Горьким Опытом Решил Что Ни Одного Не Подставлю Своего Друзей И Даже Вот они Слева Ценные Вариант Раз Ветки Для Собственного Потребления Слева Если Они Селекционные То На Прививку Пойдет Только Нижний Черенок Две Три Почки То Есть Не Только Это Если Допустим Копать Глубже То Вот В Э Они Все Годятся Все Почки Годятся На Прививку Но Нижняя Часть Самая Самая Ценная То Если Берем Любой Левый Черенок Отрезаем Две Три Почки На Прививку С Самого Низу Потом Остальное Или Выбрасывается Или Еще Одну Прививку Еще Одну Вот Так Так Я Работаю И Других Учу Так Так Вариант Раз Сказал Вариант Два Ветки Для Питомника Железа Эти Же Или Такие Же Тоже Только Слева Вариант Три Для Пересылки Без Халтуры Ветки Тоже Левая Скептикам Поверить Что и Правду Выбрасываем Ветки Расположенные На Фото Справа Почти Невозможно Но У меня Особая Роль На Этом Свете И Мне Нельзя Опускаться До Обмана Бог Перестанет Помогать Я Убеждался Зимой Я Храню 8 Плотных Политеренных Пакетов Фото 25 Вот Дошел До Того Получил Посылку Что Дальше А Дальше Вот Они Плотно Политеренных Пакет Это Мои Предназначенные На Весеннюю Прививку Вот Немногие Знают Что Мыши Тоже Любят Особенно Черные Пакеты А Просто Тонкие Повседневные Пакеты Внимание Пищевые Мусорные И мальчики Легко Пропускают Воду И воздух Вот Поверите Нет Что Они Пропускают И воздух И для Длительного Хранения Соответственно Не годятся Вот Мыши Погребят Травлю Хотя Мне Жалко До Слез Несмотря На То Что Погреб Достаточно Холодный В середине Зимы Ровно Ну Все Срабатывает Программа Веток Веток Тире Эмигрантов Начинается Просыпание Заметно Особенно У ростовых Почек Черешин И цветочек У абрикосов Вот И первые Просыпаются Вот Набухшие Плодовые Почки Выглядят Устрашающе Плодовые Почки Но Прививкам Не вредят Ростовые Почки Лично У меня У всех Видов Доживают До Прививка Хорош Состояния Чем Горят Высочайший Процент Преживания Ну Вот Поступают Заказы И часть Заготовленных Черенков Отправляются В дальнюю Дорогу Вот Это Один Из Крупных Заказов Самый Крупный Заказ В моей Практике Был Такой Челябинск Генеральный Директор НПО Сады России Кто Его Не знает Царство Небесное Вот Выписал У меня Две Тысячи Черенков Я бы Выслал Такую Бесценную Коллекцию Продавал Ему Даже Помните Цифра Была 90 Рублей Нет По 45 Рублей Я Продавал Две Тысячи Черенков Я Искалечил Весь Вес Сад Я Заработал Денадцат Тысяч Но У меня Не было Выбора У меня Тогда Сожгли Промышленный Сад На Острове И Надо Было На Чего Тожить Две Тысячи Вес За Денадцат Тысяч А Фактически Девяносто Миллионов Цена Это Если бы Наука Знала Им Цену Я Так Ответственно Говорю Потому Что У них Ничего Подобного Нет Лента Привычная Больше Не будет К сожалению Вот Я Продавал От Имени Значит От Имени Антона Валерьевича Сафронова Он Ее Дел Красивая Упаковочка Все Как Он Престал Заниматься Он Ножи Привычные Доставал Отличные Ножи Добавлял Немножко Свою Цену Вот И Продавал А Ленты Продавал От Имени Я А Сейчас Говорят Ленту А Где Ее Взять А Сейчас Возвращаться Опять К Этой Самой К Очень Плохо К Как Это Называется Возвращаться К Изоленте Я бы Не Стал Смотрите Некоторые Подскажки Смотрите Это Это Полихлорвидиловая Кто-то Научился Делать Из них Авоськи Видели Знаете Что Это Авоська Вот 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 Зайдите Такое Цены Нету Часи Порезали Раз Скатерти Ее Делали Делали Скатерти Разрисованы Красиво Яркие Вы Где-то Увидите В Хазмагах Скатерть Красивая Яркая Прям Такими Розами Огромными Разрисованы Смотрю Полихлорвинило Ура И Наконец Где-то Может Это В одночасье Когда Обнищала Наша Медицина Страшно Обнищала Вот Перестали Закупать Целыми Областями Перестали Закупать Рулонами Эту же Пленку Так Потому что Обнищали А И она Просто Исчезла А ее Использовали Огромных Размеров В огромном Количестве Им Застилали Кушетку И пришли В больницу Сели На Кушетку Сели На Стул Сели На Лавочку Там Что там Есть Она Обязательно Была Застеряна Вот Этой Пленкой И Операционные Столы Тоже Ей Застилались Все Теперь Где Вам Братья Я Не Знаю Есть Похожая Есть Полипропиленовая Пленка Но Это Надо Пощупать Тогда Я могу Сказать Годится Или Не Годится Заканчивать Будем Ответственность Огромная Кто Понимает Моим Клоном Нет Цены Отсюда Проблема С Утепляющими И Амортизирующими Тряпками Раздел Почти Докола Уже Всех Друзей Родственников Ради Тряпок Зато В моих Посылок Не Бывает Ни Подвижений Ни Замерзаний На Морозных Перронах Вокзалах Как Это Принято На Перевалках Вот Пожалуйста Одна Из Посылок С Черенками Кстати Большую Ошибку Делаются Доводы Не Сняв Утепляющие Тряпки Сразу По Получению Посылки Внутри Всегда Тепляющие Снаружи Черки Где-то То есть Сразу Распаковываете А потом Уже Пере Это Пометелен В мешке Герметичное Но Уже Без Утепления Еще Больше Ошибка Надеется Что Почь Вас Извести Сразу По Получению Посылки Есть Даже В Посылок Дела Нет Следите Сами По Интернету Получив Отменять Индификационный Нурат Еще Большая Ошибка Ожидать Весны И заказывать Марте И Апреле Эти Чуткие На тепловетке Мигранты С южных Стран Просыпаются Прямо Посылка А зачем Мне мат Пусть И Неслышимый Именно Мы Профи Самые Первые Обязаны Уговорить Любители Не заказывают Черенки Особенно Саженцы Наступившие Весной Поздние Посадки Поздние Прививки Гарантированное Невозревание Почек В отставшем Развитии Саженца Короткое Российское Лето Сергей Тогда Сдуру С Крыма Выписал Вот Такие Вот Побеги На пирсиках И на яблоках Все Погибло Посадил Латунку Все Мертво Вот Так что Сроки Выделяются Чем ряде Тем лучше По скрипту Теперь Вы поняли Друзья Что в широком Обиходе Раздобыть Качественные Черепки Крайне Сложно Но теперь Хотя бы Будете Ставить Какие-то Условия По Нацам Черепков И просто Друзям Имеющим Облюбованный Вами Сорт Но не имеющим Понятия Ни о сроках Ни о Сидящей Обрезке Ни о Качестве Почек На разных Частах Веток Не о правильном Хранении И пересылки Ну что По скрипту Все Получается А вот Поделитесь Полученными Сейчас Знаниями Перешлите Дальше С кем Вы переписываете Если у вас Просто Не будет Привитых Садов Я говорю Сейчас Открываю Привитых Хозяйств Или какой-то Другой Журнал Не помню А я Прививал В марте В апреле В мае В июне И везде Приживается А ты Подумал Июньская Привка Когда же она вызреет Когда До осени Осталось Три месяца Или четыре До зимы Вот так вот Но у меня Эта тема Бесконечная Поэтому я Закругляю Друзья Значит так Где у меня Где у меня Черенки Ага Сейчас я вот сюда Зайду Успел я их Перекинуть Или не успел Двадцать Четвер Четвертый Год Двадцать Четвертый Год У меня Напрыски Еще С плоской Долго Возиться Долго Возиться Это все Учебные Фотографии Тысячу За тысячу Коплю Они Настолько Учебные О Согласитесь Что они Учебные Согласитесь Нет Челюсть Привита На вишню Правильно Нет Неправильно Как можно Ниже Лучше У земли Скелеты Так лучше Хотя бы Как можно Ближе Скажите Что они Учебные А черенки 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 Или они У меня На вебинаре Показать Что ли Сейчас Следующая тема У меня Будет Знаете Какая Жуткая Вот Это будет Тема Сбережения Народа Придисловие Я уже Выставил На канале Сбережения Сбережения Народа Черенки А потом Ломайте Голову И Смотрите Хотите Иметь Настоящий Сад Будете Приват Альтернативу Видите Вот Украденная Фотография Железа Вот Знаменитая Линейка Вот Так Продадут Просто Сбережения Если бы У них Были Свои Матер Чен Сад Они Свою Фотографию Зачем Бо Им Позориться А Зачем Бо Зачем Внимание Друзья Я Прекращаю Тому Никогда Не Закончу Эту Тему Котики Все Еще Продаю Впереди Зима Вот Сратификация И так Далее И тоже Учу И Учу И Продаю Заказа По Котикам Мало Но Сейчас Хотя Бо Может Удастся Прокормиться На Черенках И Помочь Людям Выросить Тысячи Дерев Благодарю За Внимание Благодарю Благодарю